Привет, друзья! Мы на androidinsider.ru и сегодня мы хотим поговорить о таком устройстве, как ZOOC Z1 от компании Lenovo. Поехали! Вы, наверное, помните те времена, когда на коробках устройств от Motorola писали «A Google Company». Здесь то же самое. ZOOC – это суббренд, субстартап компании Lenovo. Здесь точно такая же надпись Lenovo Company. То есть, в принципе, сразу понятно, кто является материнским брендом. С коробки мы уже все достали. Но здесь, в случае, если вы приобретете такое устройство, вам достанется вот такой вот ленточный кабель с USB Type-C на конце. Да, в смартфоне тоже USB Type-C. И пока некоторое время это все-таки будет доставлять неудобства. Хотя есть и говорят некоторые товарищи, которые делают обзор на этот смартфон, что это позволяет за счет применения определенных технических решений заряжать при помощи специального зарядного устройства смартфон намного быстрее. Для чего его нужно заряжать быстрее? Да все потому, что в этой штуке, в довольно толстом, правда, корпусе, ну и сам смартфон крупный, 5,5 дюймов, но про экран мы еще поговорим. Так вот, здесь 4100 мАч. И это позволяет пользоваться данным смартфоном на протяжении, ну, примерно двух дней или девяти часов экрана. Это действительно довольно много. То есть, если вы не будете как-то сверх меры нагружать железо данного смартфона, то вы сможете получить от него два полноценных дня работы. Ну, это не только, конечно, аккумулятор в этом деле виноват, потому что работает ZOOG Z1 в, скажем так, международной версии на базе Cyanogen OS. Это 12.1, то есть, это версия Android 5.1.1. Но работает все очень здорово, очень стабильно, выглядит все очень и очень хорошо сбалансировано и отлажено. Ну, с другой стороны, еще бы, железо в данном смартфоне это уже устоявшийся, так сказать, признанный корифей рынка, а именно Qualcomm Snapdragon 801, то есть, соответственно, это Adreno 330, 3 гигабайта оперативной памяти. Флешек здесь в устройстве нет, но памяти, в общем-то, довольно много, 64 гигабайта сразу из коробки. Для смартфона, который стоит 300-320 долларов, такое сочетание цены и характеристик, это действительно очень неплохо. Но здесь есть также ряд дополнительных фишек, помимо той самой USB Type-C. Здесь есть сканер отпечатков пальцев, работает он очень быстро, очень здорово. По скорости он сравним с Touch ID, правда, первого поколения в айфонах. На канале Apple Insider мы даже сравнить решили с коллегами эти два смартфона, так что там видно, что по скорости работы они практически идентичны. Да и по ряду других параметров тоже только разница в цене практически двукратная. Да, тренд на то, чтобы снижать цены на более-менее приличное железо, в чем-то упрощая, может быть, корпус, потому что задняя спинка здесь пластиковая, то есть, сам смартфон, конечно, кажется, может быть и похожим на ряд других брендов, но по тем материалам, которые применяются в корпусе, сразу видно, что смартфон все-таки достаточно дешевый, хотя издалека может показаться, что цена на этот смартфон может достигать 400, может быть, 500 долларов. Штука хорошая, штука действительно собранная очень и очень здорово. Что касается производительности, то здесь, наверное, следует обращаться не к бенчмаркам. Все цифры бенчмарков все и так прекрасно знают, их выкладывают еще до выхода тех или иных смартфонов, поэтому мы, наверное, запустим пару игрушек, просто посмотрим. Итак, в общем-то, сразу видно, что экран здесь качественный, яркий, сочный. Экран Full HD, чтобы как-то расходовать ресурсы более экономно, потому что если бы здесь у нас было, скажем, 2К разрешение, то, во-первых, ценник бы активно повысился до совершенно нереальных каких-то пределов, типа 500 тех же долларов, что я уже упоминал. А здесь все сбалансировано, графика графичит, пожары горят, люди умирают, солнце светит, дождь идет. То есть все, что может быть в динамических и нединамических сценах, все прекрасно отображается. И, в общем-то, по любым практически играм видно, что все летает, все работает просто великолепно. Есть даже какой-то налет, типа скорости, типа мы начинаем уже, взгляд сверху затуманивается. И, соответственно, блики, отражения, есть практически все, что только игроделы создают. Ну, просто потому, что 801-й это железка не сверхновая, зато сверхоптимизированная и очень любимая разработчиками. Как раз именно за свою стабильность, за отсутствие перегрева мы прогоняли Antutu подряд много раз, раза 3-4. В общем-то, падение баллов было на 55 тысяч, 53 тысячи, 54 тысячи. При этом процессор не троттлит, как можно понять, как раз из результатов не греется. То есть процессор действительно, выбор достойный, Adreno 330 хватит вам, ну, на какое-то время еще точно. Тем более, что само устройство, повторимся, бюджетное, в районе 300-330 долларов на рынке присутствует. Так что здесь выбор может быть, если вам нужен смартфон с хорошей батарейкой, может быть, не очень какими-то результатами. В других вещах, если вы любите сверху современные игрушки, наверное, здесь вам он не подойдет. Но и 2К экрана вы здесь не получите. Но сама железка во всех играх очень и очень производительная. Да, камеру мы упомянуть не забыли. Камера в устройстве основная 13-мегапиксельная. Настроек довольно много, хотя вот в обычном меню настроек можно выставить лишь значение ISO вплоть до 1600, правда. Но есть также возможность установить экспозицию, цветовую температуру, выбрать один из действительно большого количества эффектов. Но в основном исключительно таких красивых портрет, спорт, закат ЧБ, Сепи. Ну, вы сами знаете, это все прекрасно. Снимки получаются весьма и весьма неплохими при хорошем освещении. Если освещение становится более-менее сложным, то баланс белого может быть выбран неправильно, установлен неправильно. Конечно, цвета могут начать гулять, но это, в принципе, проблема, наверное, программная. И благодаря тому, что здесь CyanogenMod, ее устранят довольно быстро. Фронтальная камера 8-мегапикселей снимает, в общем-то, в целом довольно неплохо, хотя иногда могут случаться пересветы. В общем-то, больше про фронтальную камеру сказать нечего. Для селфи ее явно хватит, да и про основную тоже, для соцсетей. Ее, в общем-то, за глаза практически для любого пользователя. В целом, сам смартфон именно таким и является. То есть, это смартфон для человека, который ищет себе устройство на каждый день, точнее, даже на каждые два дня. Потому что батарейка на 4000 мАч, оно с фишкой, сканер и USB 3.0. Есть возможность быстрой зарядки, если найдете необходимый зарядник. Музыка устройства проигрывает довольно сносно в наушниках. Так что, вообще, вот такой повседневный смартфон. Смартфон на каждый день, даже на каждые два дня, потому что аккумулятор довольно внушительный. А главное, стоит он в том же магазине Gearbest, который, благодарим, его предоставил нам для тестов, для того, чтобы мы с ним ознакомились и ознакомились с данным устройством вас. Стоит он на данный момент 320 долларов, но вы этих китайцев знаете, у них постоянно какие-то скидки. Так что, спасибо вам за внимание. Это был AndroidInsider.ru. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова